Аномальная жара в Европе принесла с собой новую беду — засуху. За летние месяцы во Франции, Италии, Испании, Португалии осадков выпало в пять раз меньше нормы. А палящее солнце высушило не только мелкие ручейки, но и главные реки континента. В Румынии из-за обмеления Дуная десятки грузовых судов простаивают в ожидании благоприятной погоды. Без круизов остались туристы в Германии. В этом году там так и не началась пассажирская навигация на Эльбе. А в Дрездене пришлось отменить ежегодный парад пароходов. В Польше, где столбик термометра упорно показывает выше 30 градусов, энергетики вынуждены ограничить подачу электричества из-за резкого падения уровня воды. Впервые за несколько десятилетий частично пристановил свою работу один из крупнейших сталелитейных комплексов. В отчаянном положении оказались европейские фермеры. Их урожай высыхает на глазах. Выжгла поля кукурузы, пшеница и рапса. Речь идет даже о том, что эти культуры придется импортировать из Канады и США. Погублены гектары садов и виноградников. У меня сердце кровью обливается, когда я смотрю на лозу. Она в два раза ниже, чем должна быть. А поглядите на виноград. Он мелкий, сухой, не хватает жидкости. Как из него вино делать? Ума не приложу. Зерновые в ужасном состоянии, а уж корнеплоды уничтожены полностью. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время жара в Центральной Европе только усилится. Температура может подняться до плюс 40 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok